В специализированном доме ребёнка сегодня проживает 30 ребят. Это малыши до 4 лет. Сюда они попадают по разным причинам – отказ родителей или лишение их прав, сиротство. Мамами и папами для ребят становятся сотрудники учреждения. Они стараются окутать детей заботой и любовью, стремятся создать домашнюю атмосферу. Здесь работает 110 человек – логопеды, нянечки, воспитатели, повара, прачки, водители, медсёстры. Все они стали второй семьёй для малышей. В преддверии Международного женского дня в доме ребёнки провели утренник. Так ребята поздравили своих названных мам с праздником. Мы все здесь мамы. Мы так друг друга и называем. Мама Таня, мама Оксана, мама Оля. Также и дети к нам обращаются, потому что маленькому ребёнку ближе слово, чем мама. Нет. Это праздник женщин. А самая важная профессия в жизни женщины – это профессия мамы. Поэтому наши маленькие воспитанники в этот день приносят поздравления, стишки, свои достижения, радость побед именно своим мамам, сотрудникам, сотрудницам дома ребёнка. Сотрудники учреждения проводят просветительскую работу среди молодёжи. Объясняют, к созданию семьи, рождению детей нужно подходить ответственно. Ведь для малышей нет ничего важнее тёплых рук родной матери. Отказываясь от ребёнка, родители рушат его жизнь и наносят серьёзную психологическую травму. «Мы занимаемся развитием речи. Естественно, доктора занимаются здоровьем. И вы сами видели на утреннике, что наши дети хорошо себя чувствуют, хорошо себя ведут. Они улыбаются, радуются. Но самого главного в этой жизни у наших детей нет. Нет семьи, нет дома своего родного угла и своих родных, близких людей». В доме ребёнка отметили. Опыт прошлых лет показал – люди стали сознательнее. По сравнению с прошлыми годами в учреждения поступает меньше детей. А приёмные родители начали усыновлять ребят с серьёзными заболеваниями – синдромом Тауна и детским церебральным параличом. В прошлом году возвращено в родную семью 15 малышей, взяты под опеку 16 детей.